Регулярные дифирамбы диктатору. Спортсмены Новосибирской области вместе с вами Владимир Владимирович. Участие в политических митингах. Россия священная наша держава. И постоянная поддержка власти. Поддержка Овечкиным российских властей задокументирована в его инстаграме. Чтобы стать успешным спортсменом в России, нужно не только усердно тренироваться, но и заниматься политикой. А это твой такой путь. А не хочешь смешивать политику и спорт, не видать тебе медали и пьедесталов. Особо неугодным и вовсе турниры предстоят исключительно за решеткой. В данный момент задержан за то, что выходил на акции протеста. Что ожидает российский спорт? Что будет с министром спорта? И как личная гимнастка Путина участвует в войне с Украиной? Давайте откроем матрешку и узнаем. Спорт всегда считался чем-то аполитичным. Но, как мы знаем, для России любые международные принципы просто пустой звук. С приходом в Кремль диктатора Путина спортивная сфера, можно сказать, легла под власть. А рекламным лицом такого слияния стала некогда успешная гимнастка, а ныне политический деятель РФ Алина Кабаева. Да у меня просто как-то и времени нет. И сейчас у меня совсем другая работа. Алина Маратовна – это золушка современной России. Сначала она трусила ленточкой на Олимпийских играх, а потом ее заметил, если можно так выразиться, принц. Предполагаемая любовница Путина – Алина Кабаева. Любовница Путина – гимнастка Кабаева. Любовница Путина Кабаева родила ему троих детей. И тут началось самое интересное. В 2014-м Алина Маратовна возглавила национальную медиагруппу. То есть именно при ней с российского ТВ стали кричать «Крым наш» и поддерживать убийство украинцев на Донбассе. Всем этим телебесием Кабаева управляет и до сих пор. Худоверия нет. Абсолютно. Потому что то, что сейчас происходит, это такой бред. А сегодня российских гимнасток повально отстраняют от международных соревнований. И тренер Кабаевой Ирина Винер, она же руководитель Федерации гимнастики в России, то и дело жалуется. То, что спорт вне политики сейчас потеряла актуальность, это неправильно. Что еще здесь комментировать? Ирина Александровна, вы определитесь, пожалуйста. А то научили подопечную спорт с политикой смешивать, а теперь вот сетуете. Спорт и политика несовместимы. Что это должно быть раздельно. Кто это говорит? Все министры, все президенты. Это я не слышала ни от того. Правда нет? Неуклюже наступил в политику еще один известный российский спортсмен Николай Валуев. Чемпион мира по боксу сначала стал членом партии «Единороссов», а затем в 2014-м зачем-то полетел в Крым. Жители Крыма воспринимают события на Украине не иначе, как государственный переворот. В Крыму нет российских спецназовцев. Но оно и понятно. Когда тебя столько лет бьют по голове, здраво мыслить становится тяжело. Но, как говорится, хватит сидеть в теплой и комфортной Госдуме. Поддержал войну – поддерживай иммобилизацию. Мне тоже пришла поездка. Ты пойдете? Конечно, я сейчас в военкомат поеду. Эх, Коля, нужно было плакат рисовать в поддержку войны. Глядишь, и призыва избежал бы. Бери пример с русских меченогих. Химки перед матчем с ЦСКА разместили на трибуне баннер в поддержку вооруженных сил РФ и присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Вот такой аполитичный в России спорт. Но кроме тех, кто активно поддерживает путинизм, есть еще и немногочисленные очнувшиеся. Например, хоккеист Иван Федотов. Друзья, аплодируйте Ивану! Аплодируйте! Громче, звонче! Он собирался закончить карьеру в России, о чем сообщил руководству своего клуба. Но в клубе обиделись и против спортсмена возбудили уголовное дело по актуальной статье – уклонение от воинской службы. Хоккеист-уклонист. Вратаря Федотова насильно отправили в армию. А в интернете даже появились кадры его задержания. Кто там еще считает, что спорт не связан с политикой? Не хочешь служить шайке Путина – отправляйся на фронт. Тем более, что сам министр спорта РФ Матицын полностью поддерживает мобилизацию. Хотя сам почему-то до сих пор не в окопах. Наши спортсмены-патриоты, которые поддержали президента. Спортсмены максимально мобилизованы. Правильно! Русскому спорту все равно кранты, а спортсменов еще нарожаем. Неудобные рефри и такие деятели спорта, как Андрей Рублев. Известный теннисист, один из немногих, кто позволил себе антирежимную выходку. Видео спортсмена за считанные часы набрало десятки миллионов просмотров. Но, видимо, из-за того, что Рублев проживает в Испании, ему все еще удается оставаться на свободе. Подобным везением не может похвастаться бывший вратарь московского «Динамо» Василий Хомутовский. Его задержали в Беларуси за участие в оппозиционных митингах и собираются посадить на три года. В данный момент задержан за то, что выходил на акции протеста. Так российские спортсмены десятилетиями становились лицом современной политики Путина. А с тех пор, как политика стала откровенно кровавой, русский спорт возвели в ранг нерукопожатных. Теперь спортсменов РФ и сторонятся во всем мире. Россия оказалась в тотальной спортивной изоляции. Но сборную России сняли с отбора к чемпионату мира 22-го года. А российские клубы отстранили от участия в Еврокубках. Касаткины запретили выступать на Вомблдоне. В интервью спортсменка порекомендовала молодым российским теннисистам менять гражданство. Это потеря квот в том же биатлоне. То есть вот сейчас, если когда-нибудь мы вернемся, я очень надеюсь, что когда так произойдет, у нас будет там не шестеро, не пятеро выступать, а два человека, может быть, даже один. В ближайшие там 10-15 лет, а вообще Еврокубках вы просто забудьте. То есть там мы раньше мечтали о полуфинале Лиги Чемпионов, да, сейчас просто будем мечтать о том, чтобы просто в Лигу Еврок попасть. Также плохо обстоят дела у российских фехтовальщиков, шахматистов, самбистов и всех остальных. Даже президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, а по совместительству российский спортивный функционер, жалобно просит международное сообщество смиловаться. Сегодня я бы даже призвал своих всех коллег прекратить заниматься саботажем. Не должны решать ни гимна, ни флага. То есть если россияны допускают до международных чемпионатов, то выступать им придется в нейтральном статусе. Без собственного флага и гимна. Если, допустим, придется на табло счет, то без флага России. Основное решение Олимпийского комитета остается нерушимым. Рекомендовано отстранить любых спортсменов из России от участия в международных турнирах. Теперь сложно назвать вид спорта в РФ, который бы не пострадал от чокнутой политики Путина. Даже олимпийские принципы растоптали. Вот такой вот спорт вне политики. Из-за деградации спортивной отрасли российское министерство спорта даже решили понизить до статуса федерального агентства. Таким образом, должность министра спорта попросту упраздняется. Согласитесь. Светлая перспектива великого будущего. Поддерживать деятельность деградирующего ведомства бесполезно. Слишком большие траты. К слову, траты на спорт в России решили существенно сократить. Ожидается, что бюджет страны 23-го года будет дефицитным. А поэтому деньги, предусмотренные для профессионального спорта, решено перераспределить на поддержание социальной сферы. Для многих это просто будет закат, конец карьеры. Политика кровавого диктатора Путина практически убила российский спорт. Скоро спонсорские контракты будут отменяться, клубы закрываться, а в местные спортивные учреждения перестанут поступать дотации. Спортсмены РФ в поисках продолжения карьеры уже бегут за рубеж. А в мировой культуре на долгие годы закрепилось течение отмены российского спорта. Редактор субтитров А.Семкин